Сегодня рассказываю про кроссовки, которые никогда не выйдут из моды. Они были крутыми 10, 20, 30 лет назад и будут крутыми всегда, так что можете смело их покупать. Ах да, ведь купить их уже не получится, только в 3 дорого или париться с Пойзоном. Специально для тех, кто еще не знает, как покупать кроссовки и одежду в 2К23, я подготовил мини-инструкцию, так что смотрите видео внимательно. На меня многие подписывались, чтобы начать шарить в кроссовках, так что быстро пробежимся по самым крутым релизам последних недель. Самые горячие кроссы прямо сейчас – это вторая коллаборация New Balance с Action Bronson. Спрос на них гигантский, так что мой размер на Fly Club уже стоит под 600 долларов. Вероятно, мы с вами их уже не купим, но скоро выйдет еще одна коллаборация с Bronson, и эти кроссовки также будут легендарными и недорогими на старте продаж, так что следите за новостями в моем телеграме. Еще одна топовая коллаборация этого года – это Nike SB Jordan 4. Да, Nike сами с собой коллабятся, у них такое бывает периодически. Вот из чего сложилась их уникальность и цена. SB – это одно из самых уважаемых подразделений Nike, потому что эти кроссовки реально хорошо сделаны из нормальных материалов, а не как форсы. И один из создателей SB также был одним из создателей 4-х Джорданов, так что круг замкнулся и бэм! Лучшие кроссовки этого года. Ну и еще одна новинка от Nike, но кажется, что эти кроссовки никто особо не хочет. Это Mac Attack – переиздание силуэта 1984 года, созданное в честь теннисиста Джона Макенроя. Nike жестко пушат эти кроссы, даже Трэвиса Скотта привлекли для рекламы и сделали коллаб. Видимо, хотели создать конкурентов для 550-х балансов, таких же стариковских кроссовок из прошлого. Как думаете, эти Nike прям полный провал или кому-то они придутся по вкусу? Давайте к теме видео. Максимально базированный топ кроссовок я перечислил в первом видео. И оно неплохо зашло. А сегодня у нас база для тех, кто чуть-чуть больше парится о своем стиле. И поэтому тут не будет Nike Dunk. Но тут будут Nike Dunk SB. На первый взгляд они отличаются как пятерка и семерка. Но на самом деле они действительно разные. Не только по материалам и конструкции, но и по значимости. Данки создавались в середине 80-х, как венец творения, для которого Nike взяли все самое лучшее из четырех своих моделей. Однако людям Данки не зашли и быстро отправились покорять аутлеты. Дешевые и удобные кроссовки приглянулись скейтерам. И вскоре Nike сделали версию SB, в которой более качественная кожа, стелька с баллоном Zoom Air и более тонкая подошва. Данки SB получают самые крутые расцветки, самые значимые коллаборации, что делает их уже не просто кроссовками для скейтеров, но важным аксессуаром для всех. Эти кроссовки делают 90% всего аутфита. При этом их можно найти по нормальным ценам. Я ищу кроссовки в магазинах Keef и Fly Club. Fly Club это вообще самый крутой кроссовочный магазин в мире. Один из тех, где снимают сникер-шоппинг. Формат, который не особо успешно адаптирует Никита Ефремов. Джордан четверки, силуэт. Можно нормально общаться. Чтобы купить кроссовки во Fly Club или в Keef, или где угодно за границей, вам потребуется Bayer. Bayer купит для вас вещи, получит на свой адрес за рубежом, проверит и потом отправит вам домой. Я могу порекомендовать Bayer, чьими услугами пользуется моя девушка. Это команда Bayerastore. Они находятся в Турции, и мы узнали о них просто через знакомых. И вот эти New Balance 1906 недавно прилетели прямо из Нью-Йорка, благодаря Bayerastore. Для нас шоппинг через Bayer это самый удобный вариант, потому что мы можем сами выбрать любой магазин. Неважно в Лондоне, или в Майами, или в Берлине. Просто кидаю ссылку Bayer на то, что нужно выкупить и все. У меня нет тревоги о том, что это паль, или что мне привезут брак, потому что Bayer при получении проверяет посылку и может сдать ее назад или обменять. Если вы не знаете, где найти какие-то кроссовки, то Bayer может поискать за вас и прислать вам ссылку, чтобы вы видели цену. Телеграм и инстаграм Bayerastore я оставляю в описании. У нас о работе с ними пока только теплые отзывы. Например, Bayer помог выбрать правильный размер кроссовок для моей девушки, потому что New Balance'ов у нее еще не было, и было непонятно, как выбрать правильный размер. Это была самая большая паника при заказе в США. Крутые кроссовки не обязательно должны быть дорогими или суперредкими. У Puma есть несколько легендарных силуэтов меньше, чем за 70 долларов. Один из таких – это Puma Clyde. В начале 70-х Puma хотела быть такой же популярной, как и Converse и Adidas. Так что они заключили контракт с самым модным баскетболистом того времени Волтом Фрейзером по прозвищу Clyde. Вот так, благодаря умению классно одеваться, Клайд будет жить в истории за счет этих кроссовок. Так что быть стильным – это полезно. И на моем канале будет выходить много видео про стиль, так что подписывайтесь. Jordan сейчас на подъеме. За последние 5 лет ежегодный доход увеличился на 3 миллиарда долларов. Мы можем видеть Jordan'ы везде, но не все. 11 Jordan'ы многими считаются самыми крутыми. Я, например, вживую их ни разу не видел. Эти кроссовки могут стать отличным приобретением. У них куча разных версий, и вписать их в любой аутфит – это не проблема. Они всегда будут крутыми. И можно найти варианты до 200 долларов. Любые кроссовки и любую одежду можно заказать через Buyer Service by RAS Store. А лучшие кроссовки прямо сейчас можно найти в этом видео. Ну что, пока, мой милый друг.